Приветствую всех на моем канале, подписывайтесь, кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Поговорим с вами сегодня о зимнем поливе орхидеи, какие имеют особенности и как конкретно я покажу вам, поливаю свои орхидеи зимой и какие-то интересные моменты, как сократить поливы, чтобы не поливать и не расправлять вот эти все орхидеи с подоконника каждый раз. Потому что одно дело их достать, другое дело потом их заново составить. Орхидеи, которые у меня цветут и распустили уже все полностью бутоны, я развернула в сторону комнаты, которые еще не все бутоны распустили, они еще смотрят у меня в окошко. Делается это для того, чтобы все бутончики, цветочки, видите, они одинаково смотрят в одну сторону. Если будете туда-сюда разворачивать, то будет один бутон в одну сторону смотреть, другой бутон в другую сторону будет смотреть. Ну и орхидеи, которые цветут, конечно, поливать их стоит обязательно, потому что где-то забыли, и может это быть причиной увядания лепесточков у орхидеи. Вот эта орхидея, кстати, она огромная, и если все орхидеи стоят в два ряда у меня на подоконнике, то это занимает, смотрите, как много времени. И что касается полива, у меня орхидеи стоят на мокрых пяточках, но с нюансами. Видите, на данный момент, например, на дне воды не было. Почему не было? Накануне были холодные дни, и когда на улице очень холодно, у меня промерзает подоконник. Как-то в прошлые годы такого не было, вот в прошлом году первый раз это случилось, в этом году второй раз. Ну будет лето, будем что-то думать с подоконниками, утеплять, но сказали, надо это делать со стороны улицы. Поэтому, если у вас промерзают подоконники с мокрыми пяточками, очень аккуратно. Что касается воды, вот здесь под горшком получается самой орхидеи, чтобы орхидея стояла над водой, или как еще бывает называют мокрые пяточки. Можно использовать, если у вас соблюдаются следующие условия. Во-первых, в помещении сухой воздух, у меня орхидеи стоят над батареей, отопительный сезон, естественно воздух сухой. Далее, если тепло в самом помещении, где находятся орхидеи, и если то, на чем стоят орхидеи, вот это вот основание, оно теплое. То есть, вот, например, сегодня у нас плюс 6, вот здесь тепло, я даже коврик сегодня не включаю, коврик включаю только когда холодно. Коврик не включаю, то есть сегодня тепло, спокойно можно набрать воду. Как только холодает, я смотрю, чтобы на дне водички не было. То есть, такой момент, следите за этим. Ну, если у вас стандартные, ничего не меняется, хорошие подоконники, то можно всегда держать воду внизу, чтобы орхидея, в том числе, получала влагу снизу. Опять же, можно набрать просто не до горшка воду, как обычно на мокрых пяточках, а я вот как-то набирала, даже половину у меня здесь вот, видите, меточки остались от жесткой воды. Вот столько набрать водички, чтобы орхидеи стояли вот таким образом на мокрых пяточках. Если же холодно, опять же, сливаем. В холодные дни еще один любимый вопрос, как часто поливать орхидеи? Нет общего указания, всегда зависит от условий, от самой орхидеи и от грунтов, в которые посажена орхидея. Конкретно свои орхидеи сейчас я поливаю раз в 7-10 дней. Бывает, что поливаю, когда теплые дни, тогда раз в неделю поливаю. Если на улице холодно, тогда раз в 10 дней. Кроме того, можно немножечко облегчить себе труд, так сказать, немножко схитрить и помочь орхидеям дать им влагу чаще, а при этом снимать их с подоконника режу. Сейчас покажу, каким образом. Если у нас тепло в помещении, все, и орхидеям нужен полив раз в неделю, понятно, что это часто. Бывает даже орхидеям нужен полив раз в 5 дней, потому что, смотрите, я свои орхидеи поливала, получается, да, 5 дней, 5 дней назад. Смотрите, что с корнями. Понятно, что воздушные будут сухие, но, видите, корень еще зеленоват, еще можно и не поливать, в принципе. Но бывают орхидеи, водохлебки, которые надо поливать буквально раз в 5 дней. И вот тогда, чтобы облегчить себе труд, смотрите, что я делаю. Беру грушу, можно взять лейку, но обязательно условие, вот видите, леечка с тонким носиком. Вот это моя новая лейка, у нее тонкий носик, она хорошо, очень медленно льет и успевает намокнуть вот этот мох, который сверху. То есть вода не оказывается сразу внизу. А вот раньше была у меня лейка, сейчас вам покажу свою прошлую лейку, здесь носик был потолще. И когда я начала поливать орхидею вот таким образом сверху, то буквально сразу вода оказывалась на дне, здесь быстро набиралась вода и все. Поэтому обязательно условие, берем какую-то емкость с тонким носиком, удобнее всего брать грушу. И вот таким образом по краю горшка раз в 5 дней можно пройти и полить. Также этот метод можно использовать, когда орхидеи надо полить, но у вас, например, нет времени, не успеваете, всякое бывает. Тоже вот видите, по краю горшка вот так я поливаю, смачивается получается мох, вот этот увлажняется, а на дне, смотрите, сколько еще только воды. Если бы я поливала вот той лейкой, что я вам показывала свою предыдущую, уже бы вода заполнила этот горшок и где-то здесь была. А так заполняется очень-очень медленно. Кроме того, удержать влагу помогает мох, но мох надо обязательно менять где-то раз в 3 месяца, потому что он кроме того, что удерживает влагу, защищает наш грунт, защищает корни от жесткой воды. Я вам показывала на корнях, бывают такие пятна, сейчас вам покажу. Вот видите, на новых корешках ничего нету. Вот, вот это пятна от жесткой воды, где-то попала водичка. Корни, которые прикрыты мхом при этом, вот таких пятен иметь не будут. Уже проверяли много раз, мне мои подписчики писали, что да, проверили, действительно, если корни закрыты, то эти пятна не образуются. Поэтому мох и от пятен этих защищает от жесткой воды, но и в то же время удерживает влагу. Смотрите, получается, орхидея стоит вот внизу, вода, она у меня, горшок этот не в воде. Вот вода, вот горшок, между ними есть совсем небольшое, но расстояние есть. Сверху влажный мох. Конечно, этот мох, знаете, он просохнет, но это пару часов, даже не день, даже не сутки. Мох просыхает просто моментом. Поэтому, если надо корни увлажнить вот таким образом, если просто просыхает очень быстро мох, а у вас сухо в помещении, и надо просто поднять влажность, вот таким образом. Буквально немножечко, вы видите, я смочила мох, вот мох стал влажный, а в то же время на дне водички практически не прибавилось. Тоже один из вариантов, очень быстро это происходит. Таким образом, вы прошли по окошку, здесь по подоконнику, все орхидеи увлажнили, немножечко полили, поставили над водой, и не надо все таскать с подоконника. Потому что, например, у меня, я когда поливаю орхидеи, убираю вот все с подоконника, достаю, а потом, как всегда, сначала хватало места, а назад составить уже места не хватает. Орхидеи растают все так же. Плюс ко всему, орхидеи, которые цветут, лишний раз не надо дергать. Вот особенно орхидеи, которые сейчас цветами. Я вам даже сегодня показываю полив простой водой, без всяких удобрений, потому что показываю на примере цветущих орхидей. А цветущие орхидеи первые, ну, месяц точно, мы поливаем только простой водой. Удобрения не используем. Поэтому, вот видите, водичкой. То же самое вот с этой леечкой носиком. Она тоже льет медленнее, но уже быстрее, нежели груша. Все-таки вот именно в таком интервальном, я бы сказала, поливе, который происходит между основными поливами, мне нравится использовать все-таки грушу. Она как-то лучше и мельче дает направление и больше влаги. Вот смотрите, опять же, по этой керамзиту медленно-медленно набираем. Вот, все, на дне есть водичка. Эта вода не испаряется быстро. То есть, даже если я наберу эту воду, ну, здесь может быть ее поменьше, она быстрее испарится. Но то, что касается вот этих горшков и вазонов, на неделю эта воды хватает на дне, то есть она не испаряется. У меня такая в этом году происходит путаница, только в связи с тем, что на улице то холодно, то жарко. И получается, то воду набери, то воду убери. Надо смотреть прогноз, но сейчас на неделю у нас тепло, поэтому я спокойно наполняю вазоны со своими орхидеями водой. То есть, чтобы на дне была водичка, потому что вижу, что будет тепло. Видите, здесь тоже вообще нет воды. Сейчас буду медленно лить, смачиваю сверху, получается, мох. Так. И вот внизу набирается вода. Не обязательно набирать воду, чтобы она касалась практически горшка. Да, даже вот такого, этого достаточно. Больше можно не набирать. Смотрите сами. Вот этот зазор, он просто позволяет лучше смочить грунт, если вот надо покрутить, повертеть орхидеи. Вот и орхидеи, которые стоят во втором ряду, к ним тяжелее достать. Вот благодаря этому длинному носику, здесь, конечно, удобнее, чем груши. Вот так даже по кругу я могу смочить и верхний слой, то есть вот этот мох. И в то же время, видите, на дне появляется водичка. Все, вот таким образом прошла. Это занимает, ну, буквально несколько минут. Пролила свои орхидеи и еще 5 дней, по крайней мере, я могу быть спокойна, что орхидеи не будут пересушены. А всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok